В своих картинах обычно автор передаёт большую любовь к городу. На протяжении всей жизни художник воссоздавал на холстах каждое мгновение, которое осталось в памяти о родном крае. Основной жанр – пейзаж. Изображения березины, бобруйки, просторы вблизи деревень, черница, щаткова и луки. Выставка «Абрам Рабкин. Грани творчества» открывается временной отрезок, который соединил дату, день рождения художника 27 октября 25 года и дату ухода из жизни 5 декабря 2013 года. Мы постарались показать те работы, которые широкому зрителю никогда не показывали. Это акварели, это графика, это карандашный рисунок. Впервые в работах художника можно увидеть бытовые зарисовки, портретные наброски, интерьеры, предметные композиции. Отдельного внимания заслуживают автопортреты и графика. Я люблю этого автора и его картины о городе, о людях нашего города. Портреты партизан – его интересные очень работы. Портреты его жены Нины Михайловны – очень мне нравятся. Зная его другие работы, я хочу сказать, что он хотел передать свою любовь к родине, к своему родному городу. Абрама Саковича Рабкина я лично знала. Я очень довольна работой нашего музея. Город вроде бы небольшой, но когда открывают пласть за пластом художественную жизнь города, это великолепно. Со времен ухода из жизни Абрама Рабкина прошло 10 лет. За день до оккупации Бобруйска в 1941-м он добровольцем отправился на фронт, где был тяжело ранен. Это не могло не отразиться на его творчестве. В мирное время окончил Ленинградское художественное училище и обосновался в Питере, но не забыл о городе детства. Абрама Саковича был влюблен в жизнь, был влюблен в город свой. Он очень любил людей, я уже про это сегодня говорила. И этим вот чувством проникновения, вот этот одухотворенный мир, он был весь сам пронизан и все его работы. Память о великом создателе продолжает жизнь в картинах и людях. Выставка «Абрам Рабкин. Грани творчества» открыла местным жителям возможность вдохновиться любимым городом через полотно, сквозь него прикоснуться к художественной жизни Бобруйска. Насладиться произведениями искусства можно до 10 декабря в Художественном музее.